Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с депутатом парламента Республики Молдова от партии по АСУАЗу Нантои о процессе формирования исполнительного комитета АТО ГГУЗе, который, как выяснилось, формируется какими-то учеными и специалистами из Санкт-Петербурга. Господин Нантои, приветствую вас. — Добрый день, спасибо за приглашение, но почти традиционно я должен уточнить. Я буду высказывать свою личную гражданскую позицию. — Вот это даже интереснее, понимаете. Вы не обременены никакими... — Нет. Объяснение очень простое, потому что если мы заглянем на сайт правительства и посмотрим на программу правительства или на сайт правящей партии ПАС и посмотрим на ее документы, то там не будет ответов на те вопросы, которые сейчас возникают в КГУЗской автономии, во взаимоотношениях автономии Кишинева и так далее и тому подобное. Поэтому я буду отвечать на ваши вопросы в меру своего понимания ситуации. На мой взгляд, наиболее точно ситуацию высказал Михаил Формузау, я уже применял цитату с его страницы в Фейсбуке, что аукцион состоялся, лот «ГГУЗская автономия» продан. Я, со своей личной точки зрения, не уважаю выбор КГУЗского народа, если называть эту Евгению Гуцеву выбором КГУЗского народа. И я не считаю, что Евгений Гуцев будет представлять интересы граждан Республики Молдова, которые проживают в КГУЗской автономии. И в связи с этим мне вспоминается выражение Бернарда Шову, что демократия – это такой механизм, который не позволяет жить людям лучше, чем они того заслуживают. Когда вместо выборов в ГГУЗской автономии пошла разнузданная кампания популизма и подкупа избирателей, и это называется выбором ГГУЗского народа, то я повторяю, я не уважаю этот выбор. Что будет дальше? Дальше интересно наблюдать. С одной стороны, некоторые депутаты Народного собрания, особенно те, которые поддерживали проигравших кандидатов, вдруг озаботились достоинством ГГУЗской автономии, что у нас есть автономия, и мы сами должны управлять автономией, и некто Илон Шор, в общем-то, должен остановиться. Но как-то во всем этом народные избранники из Народного собрания забывают упоминать, что Илон Шор – это человек, осужденный молдавским судом на 15 лет. И это факт. Второй момент. Если мы смотрим на закон от 1994 года и на уложение ГГУЗИ, то новоизбранный Башкан должен представить состав исполкома, и Народное собрание, насколько я понимаю, должно его утвердить. И когда нам говорят, что формированием исполкома занимаются какие-то там эксперты, какие-то структуры, какие-то конкурсы, правда, я видел на одном из интернет-каналов уже некоторые наши сограждане из ГГУЗИКО автономии видят себя в этом исполкоме, то это вскоре попирание и того закона, и того уважения, и правил добропорядочного поведения. Что если тебя избрали Башканом, то будь добр или будь добра в данном случае. Представь свою команду Народному собранию и продемонстрируй Народному собранию, что эта команда будет исполнять твою предвыборную программу. Хотя в данном случае, я повторю, это мое личное мнение, у Евгении Гуцул нет никакой программы, это марионетка, это пешка Дуркакшора, который решает свои личные проблемы. Не говоря уже о том, что он является инструментом Кремля по дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Так что мое отношение к тому, что происходит в ГГУЗИКО автономии, как гражданин Республики Молдова, мне стыдно. И я переживаю. Потому что в ГГУЗИКО автономии живут не только те люди, которые продались и которых купили. И по итогам этой купли-продажи появилась якобы Евгения Гуцул, якобы Башка. В ГГУЗИКО автономии живут нормальные люди, которым стыдно за то, что происходит. И я не хотел бы, чтобы ГГУЗИКО автономия после так называемых выборов стала бы и инструментом дестабилизации в Республике Молдова в целом, и инструментом по противопоставлению, искусственному противопоставлению наших сограждан, которые живут в Республике Молдова, с центральной властью и с остальной частью молдавского общества. Ну, я... да, не хотите говорить о ГГУЗИКО автономии, тут сложно говорить о ГГУЗИКО автономии сейчас. Я надеюсь, к сожалению, ГГУЗИКО сообщество не может быть тем самым инструментом, который предотвратит использовать ГГУЗИКО как инструмент против Кишинева. Это уже показала практика. Но вот давайте поговорим о Кишиневе. Мы не увидели от партии ПАС за два года. Вот у меня было интервью с госпожой Майей Сандов, когда она была еще премьер-министром. Она приезжала в Камрад, тогда помнится, встречалась в Народном собрании. И в интервью она сказала, что с ГГУЗИ нужно выстраивать институциональный диалог, институциональные взаимоотношения. Но мы, честно говоря, за два года не увидели никаких институциональных взаимоотношений, и мы не увидели попытку выстроить эти взаимоотношения. Есть какие-то институциональные взаимоотношения, которые, очевидно, не работают. Но хотелось бы видеть какие-то новые видения. Что дальше? Почему мы этого не увидели, господин Антон? — Я, опять же, вынужден буду повторить, что это моя личная позиция. Да, я помню, по-моему, это было 19 июня 2019 года, когда госпожа Майя Санда в качестве премьер-министра приехала на инаугурацию Ирины Блах, на ее второй мандат. Это при том, что все, кому было не лень, утверждали, что выборы были фальсифицированы, что избирательные участки были открыты чуть ли не до 12 ночи, что людей затаскивали на избирательные участки, чтобы обеспечить Ирине Блах победу с первого тура. И действительно были произнесены эти слова о том, что взаимоотношения Кишинева и Камрата нужно институционализировать, чтобы они не зависели от личных отношений, от окраса глаз, причесок и так далее, тех, кто в Камрате и в Кишиневе. Но я с вами согласен, что на этом пути мы не продвинулись ни на миллиметр. Тот проект, где есть площадка для диалога между парламентом и народным собранием, на мой личный взгляд, он не работает, потому что с обоих сторон нет искренности и нет искреннего желания решить главную проблему. Формализовать распределение полномочий между центром и автономии. Я опять же предлагаю тем, кто, скажем так, искренне заинтересован в решении этой проблемы, для начала прочесть статью 111 Конституции Республики Молдова, где написано, что гагузская автономия в рамках своих полномочий и в интересах всех граждан решает проблемы политического, экономического или социального характера, что-то в этом роде. Но эти полномочия нигде не сформулированы и не разграничены. И здесь получается, что мы с вами опять же возвращаемся к тому фундаментальному вопросу. Зачем создана гагаузская автономия? С одной стороны, я вижу, как переживают представители гагаузской интеллигенции, которые переживают в силу того, что гагаузский язык теряет свои позиции. То, что внуки с бабушками, с дедушками в сельской местности разговаривают еще на гагаузском языке, не отменяют факта, что в районных центрах Камратии идет саморуссификация гагаузов, и гагаузы теряют свой родной язык. То есть, я искренне считаю, что гагаузская автономия в первую очередь должна решить эту проблему, обеспечить сохранение идентичности, сохранение развития языка и национальной культуры для наших сограждан, которые перечисляют себя к гагаузскому меньшинству, которые компактно живут в автономии. Дальше начинается спекуляция, потому что кто-то в Камрате кричит, что это наша государственность. Но, уважаемые, у нас по Конституции есть это унитарное государство. Да, у нас есть проблемы с левым берегом, но это не значит, что мы должны игнорировать Конституцию. И есть понятие народа республики Молдовы. И когда в законе от 1994 года и в уложении, я читаю, что Башкан приносит присягу перед народом гагаузии, не перед гагаузским народом, не перед гражданами республики Молдова, жителями гагаузской автономии, а народом гагаузии, то, извините, с точки зрения юридической, это слишком далеко идущее, скажем так, отклонение нормы унитарного государства. Ну, господин Дудой, я с вами, я... Это, конечно, интересно сейчас сидеть и копаться в законах и выяснять все нестыковки. Но, понимаете, Кишинев не продемонстрировал политической зрелости. Вот что хочет Кишинев? Окей, понятное дело, что гагаузия сама не может определить, чего она хочет. Это уже понятно всем. Гагаузии не знают, чего они хотят. Гагаузии не хотят развивать гагаузский язык. Это все понятно. Вот есть Москва, которая указывает гагаузиям, что надо делать. А что в это время делает Кишинев? Вот это вопрос. Я воспринимаю вашу критику, в том числе и в свой адрес. Я могу только сказать, что с большим опозданием внутри партии ПАС начались дискуссии о том, что нужно сделать для того, чтобы гагаузская автономия стала органическим элементом молдавской государственности и не была раздражающим фактором и инструментом Кремля для дестабилизации ситуации в республике. Здесь это наша недоработка. За это нас надо критиковать. Я с этим согласен. Но я очень рассчитываю на то, что мои коллеги вместе с правительством и с президентом страны все-таки перейдем от общих дискуссий к более конкретным делам, которые должны выразиться а, в интенсификации диалога с различными сегментами наших сограждан в гагаузской автономии. То есть нам нужен диалог, межкультурный диалог. Господин Антой, я прошу прощения. Нет, я не ухожу от ответа на вопрос. Ну, диалог, мы это слышим. Ну, какой диалог? Нужно строить уже что-то. Создавать, нет? А этого диалога пока что нет. Это же то, что Ирина Благ делает. Очень хорошо есть. С ансамблем Дюзава по всей Молдовии. Это еще не тот диалог. И, конечно, нам нужно сесть и изложить свое видение правящей партии на предмет взаимоотношений Кишинева и Камрата. На предмет изменения и уточнения положений закона 1994 года. Но здесь с этим, я согласен, у нас есть большие недоработки. То, что у нас обсуждаются различные идеи, пока что мы не пришли к единой позиции. И, главное, не пришли к пониманию необходимости, как сказать по-русски, четкому разграничению полномочий для того, чтобы не оставить поле для разного рода спекулянтов и крикунок. Ну, господин Антой, когда вы говорите, что нет диалога, я с вами не соглашусь. Позвольте объяснить, что я имею в виду. А, значит, с левыми партиями диалог есть, с коррумпированными элементами в Кишиневе диалог есть. С Плохотником такой диалог был, что прямо аж уши трещали, понимаете, у всех. Вы, наверное, еще расскажете, какие суммы заносились в народные обсуждения. В том числе, да, да, да. Вы лучше знаете меня. Единственное, с кем нет диалога, это нет диалога с партией ПАС. Потому что партия ПАС, насколько я понимаю, до сих пор, не знаю, как будет дальше, не шла на какие-то предложения и запросы, значит, с этими самыми, от местных политиков, которые там имели в себе какие-то коррумпированные элементы. Вот даже Плах вчера в интервью пожаловала, что, как бы, ну, с оппозицией же можно вести диалог кулуарно, как бы, не обязательно, как бы, там, официально. Вот у ПАС, если ПАС не хочет коррумпировать, если ПАС не хочет идти по этой протаренной коррумпированной дорожке, то чего хочет ПАС? Потому что с правыми партиями у нас действительно диалога нет в ГГУСе, да, то есть, хоть были с правыми партиями, если считать партию Влада Филата правой, то там был, как бы, диалог, и все мы знаем, какой там диалог был, да. А вот у ПАС, какой диалог был? Какой диалог у ПАС? Я с вами не соглашусь, потому что мои коллеги выезжают в ГГУСскую автономию, стоят у палаток, раздают листовки на русском языке и входят в диалог с нашими согражданами, которые живут в ГГУСской автономии. И я вам скажу, что они возвращаются достаточно, ну не то что окрыленными, но настроенными очень позитивно. Что оказывается, когда говорят с нашими согражданами из ГГУСской автономии о социально-экономических проблемах, то здесь мы знаем, что и в Камрате, и в Кагуле, и в Единцах, и в Бельцах людей заботят приблизительно одни и те же социально-экономические проблемы. Это бедность, это цены, это маленькие зарплаты, это маленькие пенсии, это отсутствие рабочих мест для молодежи и так далее, и так далее. И в этом смысле у нас диалог поддерживается. Другое дело, что когда мы говорим о диалоге, ну и идем по стандартному пути, что вот есть парламент, есть народное собрание, то, конечно, это сложно поддерживать диалог, потому что я в нашем парламенте, откровенно говоря, мало интереса к ГГУСской автономии. Откровенно говоря, потому что когда в ГГУСской автономии выходят на какую-то площадку телевизионную и кричат, что вот Кишинев хочет там что-то, какие-то коварные интриги, или Кишинев наблюдает за тем, как мы ругаемся и радуемся. Нет, уважаемые, Кишинев не наблюдает, Кишинев не радуется, Кишинев вообще не демонстрирует интереса, потому что в народном собрании лично мне не с кем говорить. Ну, я не хочу там выделять, к примеру, Александра Тарнавского или что-то, но мне было бы интересно увидеть списочный состав того президиума, который выдает на гора анонимки, достаточно подлые иногда, да, и возникает вопрос, вы мужики или не мужики? Какой диалог с вами можно вести? Или мне говорят, что вот надо вести диалог с примарами? Я согласен, примары в ГГУСской автономии обижены, но как быть с тем, что 13 ноября 2020 года на площади в Камрата стояли 21 примар по стойке Смирна и по указанию Ирины Влах поливали грязью Майя Санду и сторонников Майя Санду. Это было, Михаил, или не было? Ну, послушайте, ну... Нет, подождите, поэтому, когда мы говорим про диалог, я имел в виду, в первую очередь, надо вести диалог с молодежью, с выпускниками, будущими выпускниками лицеев, гимназии, со студентами Камратского университета, с разного рода культурные проекты, потому что у меня хороший друг, он занимается культурными проектами. И говорит, когда я эти фольклорные ансамбли из украинского, молдавского, и ГГУСского, и болгарского села свожу вместе, то душа радуется. Люди совсем по-другому воспринимают друг друга. Поэтому я согласен, что есть большие недоработки со стороны правящей партии. Я согласен и воспринимаю критику, в том числе и на свой адрес, даже если я отношусь к тем, кто старается привлечь внимание своих коллег к тому, что от реагирования на то, что происходит, эмоционального реагирования на то, что происходит в автономии, надо перейти на разработку государственных политик. Вот, я об этом, господин Анатолий, диалог это, конечно, красивое, я, честно говоря, да, хорошее слово, диалог, красивое, да, но когда начнется строительство, укрепление государственных институтов, когда Республика Молдова как государство будет лучше представлена в Гагаузи, потому что ее, как бы, ну, извините, но я ее не вижу, ну, окей, образование здесь, медицина здесь, но когда речь заходит, там, не знаю, о внедрении молдавских законов, этого мы не видим, да, то есть полиция как-то в кусты, прокуратура как-то в кусты, вы это сами прекрасно знаете, не хуже моего. Вы напомнили прокуратуру и страсти вокруг назначения прокурора Гагаузи, а я вспомнил, как в предыдущем составе народного собрания ваши народные избранники обращались, в том числе и прокуратуру, в связи с проблемой каких-то стратегических запасов зерна, которые то ли исчезли, то ли они были, то ли их не было. Я тоже написал в прокуратуру Камрата запрос депутатский, мне сказали, что не нашли повода для возбуждения уголовного дела. Это еще один аргумент, в кавычках, в пользу того, что прокурор Гагаузи должен назначаться с одобрением народного собрания, чтобы междусобойчик был не нарушен. Чтобы междусобойчик был вечно, да. Я согласен с вами, что есть большая проблема с отношением к законодательству Республики Молдова в Гагаузской автономии. Потому что, когда я смотрю на эту искусственную проблему с патентообладателями, уважаемые, это опять же происходит из того, что мы не хотим дать ответ на вопрос, где заканчивается полномочия Гагаузи и где исключительные полномочия Центра. Потому что мы дойдем до того, что господин Константинов или новый Башкан поедет в Национальный банк и скажет, дайте нам базовую учетную ставку отдельную для Гагаузи. Ну я утрирую, да. Ну теоретически они могут это сделать, просто может еще фантазии не хватило, я не знаю. Нет, ну я могу подсказать еще там идею, но я с вами должен согласиться, что правящая партия, которая занималась то ковидом, то газовыми проблемами, то беженцами, то обеспечение мира сейчас европейской интеграции, должна вспомнить, что европейская интеграция не может быть реализована без того, чтобы Гагаузская автономия стала органическим элементом молдавского государства. Здесь я не соглашусь с президентом страны, я произнес ужасную фразу, но тем не менее. Когда ее спросили, вот европейская интеграция, что произойдет, если Гагаузская автономия и Приднестровье будут против. В Приднестровье такого субъекта вообще не существует, да, давайте забудем. А когда мы говорим про Гагаузскую автономию, то полномочия Гагаузской автономии не относятся к внешней политике Республики Молдова. Каждый гражданин Республики Молдова, который проживает в Гагаузской автономии, может поддерживать европейскую интеграцию или быть против европейской интеграции. Может поддерживать LGBT марши или быть против. Но это не относится к компетенции Гагаузии. Когда будет проведен в свое время референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз, в нем будут участвовать все граждане Республики Молдова, на всей территории Республики Молдова. И голос будет иметь ту же величину, безотносительно где будут проживать граждане. В Диаспоре, в Камрате, в Единцах или в Кишиневе. Я надеюсь, к тому времени и Левый берег тоже будет интегрирован. Поэтому вещи нужно называть своими именами. Я надеюсь, что к моменту, когда мы придем к вступлению Европейского Союза, страну будет управлять партия, которая хочет европейской интеграции, а не наоборот. А я с вами опять же хочу уточнить. Вот, например, после 23 июня прошлого года появились голоса, что Молдова получила статус страны кандидата из-за войны в Украине. А я задаю следующий вопрос. А если бы президентом был Игорь Дадон, Молдова получила бы статус страны кандидата? Нет, нет, я с вами абсолютно согласен. Я имею в виду, что к моменту... Я хочу закончить свою мысль. Заслуга того, что у нас есть статус страны кандидата, это заслуга граждан Республики Молдова, которая объединилась 15 ноября, объединились и проголосовали за Майю Санду. Это заслуга граждан Республики Молдова, которые проголосовали на выборах 11 июля 2021 года за партию ПАС. Это заслуга граждан Республики Молдова, которые продемонстрировали, что мы цивилизованный народ, оказавший поддержку украинским беженцам. И точно так же европейская перспектива должна быть прежде всего, скажем так, не озабоченностью, а целью для граждан Республики Молдова. Тогда появляется и политическая власть, которая отражает интересы этих граждан. И мы должны, конечно, исключить фактор кульков, который сейчас переходит иногда в криптовалюту. И только в этом случае европейская интеграция будет необратимой и будет, скажем так, принесет тот эффект, который она принесла прибалтийские государства еще в 2004 году. — Господин Антон, последний вопрос, наверное. Вот сейчас Илон Шор, осужденный на 15 лет лишения свободы за банковское мошенничество и находящийся под международными санкциями, получил кресло в правительстве Республики Молдова. То есть у него будет свой член в правительстве. Как с этим быть? — Ну, как с этим быть, есть два варианта. Первый. Я пишу законодательную инициативу, согласно которой Башкан исключается из состава правительства, а мои за них голосуют. — Она уже есть или вы только задумывались об этом? — Нет, но это можно до утра написать. Это не сложно. — А напишите, господин Антон, или нет? — Без согласования с партией не напишу. У меня очень много вредных инициатив, но я их согласовываю. — Понятно. — Второй момент. Я видел косвенное интервью с исполняющим обязанности генерального прокурора. Согласно информации, которую он предоставил, еще продолжается расследование корректности выборов Башканак и Гауссии. То есть эту тему мы оставляем в стороне. А третий момент. Ну, это Евгений Абутсул становится членом правительства. Ну и что? Ну и что? Правительство — это коллегиальный орган. Вот Ирина Влаг тоже делала себе избирательную кампанию, сидя в правительстве и забыва о ГГУской автономии. Ну и что? Это, конечно, неприятно. То есть с моральной точки зрения. Но, как сказал некто Азон Антой, молдавская политика не для брезгливых. Но с этим можно жить. И если Евгений Абутсул будет в составе молдавского правительства и будет вести себя так, как ей будет указывать беглец и осужденный Илон Шорт, ну тогда будут приниматься, наверное, соответствующие меры, вплоть до изменения закона. Но не говоря уже о том, что это будет хороший аргумент, надеюсь, для тех, которые за нее проголосовали, понять, что они натворили. Ну, хотя здесь, конечно, мы, граждане Республики Молдовы, в целом продемонстрировали, что если есть политические грабли, то всегда находятся желающие на них наступить. Так было в 1994 году, так было в 2001 году и так далее, и так далее. Господин Антой, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфире и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Всего вам хорошего. До свидания.